Всем привет, с вами снова я, Егор, вы на канале Пушки, и сегодня у меня в руках винтовка, которую и сам очень давно хотел получить на обзор. Итак, встречайте, пожалуй, самую доступную PCP-винтовку из всех мне известных, конечно же, это PR900V, или просто PR-ка. К тому же, в руках у нас еще и обновленная версия Gen 2, которая вышла совсем недавно. И что эта винтовка умеет, какие у нее плюсы, минусы, расскажу и покажу вам прямо сейчас, подробно, по факту и без воды, и мы начинаем. И для начала следует сказать, что PR-ки выпускаются под самыми разными брендами, но стоит понимать, что вне зависимости от названия Artemis, Snow Peak, Diana Storm Rider, SMK, все это ровно одна и та же винтовка, то есть PR-ка. Ну и наш конкретный экземпляр носит название SPA или Snow Peak. Итак, что же из себя представляет наша PR900V Gen 2? В каком-то смысле, это уникальная винтовка, которая всего за 240 долларов предлагает нам как наличие многозарядности, так и встроенного редуктора, которого не было в первой версии этой винтовки. И, конечно же, внешнего саундмодератора, который достаточно неплохо справляется со своими задачами. Плюс ко всему, винтовка получилась достаточно легкая и компактная, длина ее составляет 95 см, а вес составляет 2,3 кг. Ложа нашей PR-ки, как видим, выполнена из дерева и имеет такую традиционную охотничью форму в стиле Монте-Карло. И если внешний его вид я могу считать достаточно изящным, то вот функционал меня далеко не полностью устраивает. Дело в том, что, да, безусловно, у нас есть высокая чечка приклада, сувьё у нас относительно длинное, но при этом оно еще и тоненькое, оно узенькое и точно не будет обеспечивать нам достаточного комфорта при стрельбе из различных положений. Ну и кроме этого, хват за рукоять мне также не понравилось, потому как она имеет достаточно большой наклон и, как по мне, недостаточный объем. К моему удивлению, продольный баланс винтовки оказался неплох, и центр тяжести нашей PR-ки находится примерно вот в этой области, то есть прямо перед спусковым крючком. Что ж, давайте возьмем винтовку на изготовку и посмотрим, как она будет держаться. Взяли, убираем руку и видим, что винтовка вперед точно не сползает, но при этом ее поперечная устойчивость стремится к нулю, потому как при малейшей раскачке она норовит завалиться в сторону. Родные прицельные приспособления PR-900V представлены скорее факультативно и состоят они из самой простой широкой пластиковой мушки и почти полностью пластиковой уже целика, поправки, которые следуют вводить при помощи тонкой шлицевой отвертки. И что я о них могу сказать? На самом деле они не такие уж и плохие, они не люфтят, и по крайней мере их точно можно пристрелять. Так что если берете винтовку на последние деньги и оптики пока что у вас нету, то и с открытым прицелом вполне себе можно пострелять. Ну а оптический прицел можно будет поставить на базу типа ласточкин хвост, который находится в верхней части ствольной коробки, но надо заметить, что места там совсем немного, и поэтому не любой оптический прицел вы сможете поставить надлежащим образом. К сожалению, у винтовки совсем крошечный резик поджатый воздух, и объем его составляет лишь 100 кубических сантиметров, а рабочее давление 200 атмосфер. Но при этом надо сказать, что резик оснащен достаточно неплохим, приятным, хорошо читаемым манометром с цветными секторами, для того, чтобы вам было удобнее понимать, когда винтовку пора перезаправить. Ну и плюс ко всему тут имеется настоящий полноценный поперечный порт заправки, который закрывается поворотным кожухом для защиты от грязи, влаги и пыли. Так что заправка винтовки с сжатым воздухом происходит вполне понятным и простым способом. PR-900V – это многозарядная винтовка с возможностью использовать полочку для одиночной стрельбы. И замена полочки на магазин происходит достаточно просто. Для этого нужно оттянуть рука из вода до конца, до упора, чтобы она зафиксировалась. После этого полочку снимаем в левую сторону, и с левой же стороны ставим на ее место магазин, который тут же прихватит на месте магнитом. И, сказать честно, полочкой я остался не очень доволен, потому что магнитик ее держит достаточно слабо, и при попытке закатить пульку на лоток она время от времени смещалась. И все это, конечно же, затрудняло перезарядку винтовки, в то время как работой магазинов я остался доволен, никаких перекосов, недосылов у меня не происходило. Сами магазинчики не очень большие, они вмещают по 9 пулек и оснащены отсечкой для того, чтобы вы не смогли сделать холостой выстрел. Правда, надо сказать, что снаряжать такие магазины прям очень непросто, потому что для этого нужно будет оттянуть прозрачную крышку на один оборот, и после этого вставить первую пульку хвостом вперед через переднюю часть магазина, что сделать достаточно сложно, особенно если у вас замерзли руки. Правда, остальные пульки помещаются уже более привычным способом, то есть головой вперед через заднюю часть магазина, и это уже, конечно, гораздо проще. И теперь, когда винтовка заряжена, самое время снять ее с неавтоматического предохранителя, переключатель которого находится спереди от спускового крючка. Нажимаем клавишу и можем делать выстрел. Могу сказать, что винтовка стреляет достаточно тихо, поэтому работой штатного самодоратора я доволен. Удивительно, но самая доступная PCP-винтовка на рынке оказалась оснащена всеми опциями, характерными для изделий гораздо более высокого класса, и, что еще более удивительно, все эти опции работают так, как и положено. Да, у меня были мелкие замечания касательно полочки для однозарядной стрельбы, у меня были вопросы по поводу эргономики винтовки, но в целом пользоваться ей достаточно комфортно, никакого отторжения она у меня не вызывает, и за комфорт я ей сегодня ставлю оценку в 4 балла. А теперь, пожалуй, расскажу про самый очевидный недостаток. Дело в том, что автономность PR-ки – это настоящая беда, и встроенный редуктор не то, чтобы способен эту проблему как-то решить. Дело в том, что стабильная начальная скорость полета пули у нас соблюдается в диапазоне лишь от 200 до 140 атмосфер, где мы можем сделать лишь 12 полноценных выстрелов с начальной скоростью полета пули примерно 300 метров в секунду плюс-минус при использовании GSB-exact весом 0,547 граммов. Ну а при давлении ниже 140 атмосфер начальная скорость полета пули будет падать от выстрела к выстрелу, и, конечно же, ни о какой точной или предсказуемой стрельбе речь уже идти не будет. Таким образом, энергия выстрела составила 24,6 джоуля, ну а удельный расход воздуха составил 20,3 кубика на 1 джоуль ствольной энергии. Очевидно, что и ударная группа, и редуктор настроены неоптимальным образом, возможно, это как-то можно улучшить или порешать при помощи мастеров, но, тем не менее, в своем исходном заводском состоянии винтовка обладает чудовищно низкой автономностью. Надолго отходить от насоса или баллона у вас не получится, это напрягает, и за автономность PR900 получает сегодня честные 2 балла. Спусковой механизм PR-ки достаточно прост, но при этом плохим его назвать не могу. Он состоит из двух шептал и имеет два винта регулировок, правда, диапазон этих самых регулировок достаточно невелик, поэтому сделать спуск коротким у нас точно не получится. А вот сделать его хотя бы относительно мягким получится вполне. И, как видим, усилие срабатывания спускового механизма удалось уменьшить до 750 грамм, что уже само по себе неплохо. Да, в каталогах пишут про какое-то усилие в полфунта или 225 грамм, понятно, что это сказки, потому что при дальнейшем выкручивании винтовка просто перестает становиться на взвод. Но, тем не менее, могу сказать, что я спуском в целом остался доволен, никаких проблем у меня с ним не возникало. Усилие настаивает равномерно, сам ход крючка достаточно плавный, и поэтому я достаточно быстро привык и адаптировался к работе спускового механизма. И, в целом, могу поставить за это оценку в 3,5 балла. Ну, а теперь самое интересное – это, конечно же, кучность боя. И для того, чтобы понять, насколько точно стреляет наша PR-900V Gen 2, мы пойдем в нашу полуторную позицию и постреляем на две наши стандартные дистанции. Это будет 25 и 50 метров. В каждой серии мы сделаем по 5 выстрелов и посмотрим, что у нас из этого получится. И начинаем мы с дистанции 25 метров и пуль GSB Heavy весом 0,67 граммов. И, к моему сожалению, PR показала достаточно низкий для PCP систем. Результат стрельбы на дистанцию 25 метров, потому что группа из 5 пробоин имеет размер 26 миллиметров по краям пробоин. Ну, а разброс по центрам составил, соответственно, 3 угловые минуты. Что ж, ну, есть надежда, что, может быть, более легкие пульки GSB Exact весом 0,547 граммов полетят чуть лучше. Так что давайте пойдем и сделаем еще одну контрольную серию. Впрочем, так оно и вышло. Потому как легкие пульки образовали более плотную группу размером 23 миллиметра по краям пробоин, а разброс по центрам составил на этот раз 2,5 угловые минуты. Что ж, тут все ясно, поэтому вводим поправочки и отправимся стрелять уже на дистанцию в 50 метров. Продолжение следует... Впрочем, и на дистанции в 50 метров неких чудес не произошло. И группа имеет вполне себе предсказуемый размер в 54 миллиметра по краям пробоин. Ну, а разброс по центрам составил этот раз 3,4 угловые минуты. И надо сказать, что чего-то большего ждать от самой дешевой PCP винтовки, наверное, и не следовало. И, скорее всего, такой кучности будет достаточно для какой-то несложной развлекательной стрельбы. Но давайте честно признаем, что в рамках моего канала, согласно моих критериев оценки кучности боя PCP винтовок, такие результаты считаются крайне низкими, неприемлемыми. Поэтому оценка за кучность боя для винтовки PR900V составляет только 2 балла. Ну, и если говорить про мои впечатления о стрельбе с упора с PR-кой, то здесь все было, в принципе, довольно неплохо, потому как дерево у нас довольно длинное, оно имеет переменный профиль по высоте, и поэтому навести винтовку по вертикали было несложно. Ну, и в целом в мешках она держится более-менее приемлемо. Хотя, конечно же, поперечная неустойчивость дает о себе знать, и такое последнее тонкое наведение на мишень дается несколько сложно. Плюс ко всему, при перезарядке винтовка несколько смещается, и поэтому, опять-таки, тонкое наведение сбивается после каждого выстрела. Но, в целом, ничего такого фатального, критичного я сказать не могу, и поэтому оценка за стрельбу с упором будет 3,5 балла. И, конечно же, очень важно понимать, насколько результативная может быть стрельба из винтовки PR900V Agent 2 при стрельбе без упоров. И для того, чтобы в этом разобраться, мы пойдем на нашу подготовленную позицию и сделаем 5 выстрелов, стоя с рук по стандартной ПТ-мишене, посмотрим на результат и, конечно же, прокомментируем мои впечатления от стрельбы. Продолжение следует... Могу сказать, что я очень старался, но, тем не менее, это не помогло, и мы собрали лишь 34 очка из 50 возможных на мишеньке. И вы сами знаете, что для меня это достаточно слабый результат. И для него были свои причины, потому что с винтовкой было крайне сложно справиться. Как я уже говорил, она неустойчива к поперечной плоскости, она постоянно рвела завалиться в правую сторону, что, в принципе, и хорошо видно по расположению пробоин на нашей мишеньке. Ну и плюс ко всему, из-за тонкого и узкого профиля цевья мне приходилось держать винтовку на вытянутых пальцах, что, опять-таки, не добавляло стабильности и комфорта при стрельбе. Стрельба оказалась сложной, нерезультативной, и я остался недоволен. Зато при стрельбе сидя каких-то ярко выраженных проблем я особо и не заметил, хотя, конечно, поперечная неустойчивость все еще дает о себе знать, но в целом стрелять можно, да и попадать тоже. А вот стельба лежа внезапно оказалась довольно комфортной, потому что винтовку очень легко удерживать, левая опорная рука у нас практически не нагружена, поэтому и излишний тремор у нас также не возникает. Полагаю, понятно, что винтовки подобной ценовой категории вряд ли кто-нибудь будет серьезно рассматривать для занятий серьезным стрелковым спортом, но давайте на всякий случай озвучим, что если стрельба сидя и лежа прошла более-менее приемлемо, то вот стрельба в самой часто используемой, сложной и востребованной изготовке стоя прошла откровенно сложно, я остался недоволен результатами, и поэтому общая оценка за стрельбу с рук будет 2,5 балла. Что же, наши испытания подошли к концу, и могу сказать, что, несмотря на все свои преимущества и достоинства, винтовка PR900V Gen 2 показала себя в целом довольно слабо, и средняя оценка составила лишь 2,9 балла, по сумме всех своих характеристик. И знаете, у меня есть ощущение, что на уровне конструкции, концепции, если угодно, винтовка могла бы показывать себя очень даже неплохо, и полагаю, что какие-то доработки и настройки помогли бы ей подняться и показывать себя на более высоком уровне. Но в ее исходном текущем таком заводском состоянии, мне даже сложно представить, для каких именно задач такая винтовка подошла бы наилучшим образом. Ну, кроме того, что может быть какой-то развлекательной стрельбы или охоты на коротких дистанциях, где ее многозарядность, малый вес и компактные габариты дали бы какое-то заметное преимущество. Ну, а в остальных задачах, сказать честно, я полагаю, что какая-то приличная пружинная поршневая винтовка примерно такой же стоимости покажет результат не хуже, а может быть даже и лучше, и при этом не будет требовать баллона или насоса для заправки. И на этом, пожалуй, буду заканчивать свой рассказ. Надеюсь, вам было интересно. Ну, и если ролик вам понравился, то не забывайте ставить нам лайки, пишите нам комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал, потому что у нас тут еще будет много чего интересного. Ну, а если остались вопросы по винтовке, по стрельбе, то смело можете их задавать в комментарии. Я на ваши вопросы всегда стараюсь отвечать. И, конечно же, всем вам я желаю только метких выстрелов и удачи на рубеже. Ну, а с вами был Егор. Вы смотрели Пушки. До новых встреч. Пока!